Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Юлия Черешнева. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Губернатор Челябинской области Алексей Тексер ушел на самоизоляцию на 14 дней. В четверг стало известно, что у его помощника официально подтвержден коронавирус. Повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. На комбинат, путь закрыт на ММК появились дистанционные тепловизоры. Они автоматически фиксируют температуру тела человека, который проходит через турникет. Планируется ли в Магнитогорске праздничное богослужение в День Светлой Пасхи? О том, что изменилось в работе городских храмов, рассказал епископ Магнитогорский Верхнеуральский Зосима. А начнем мы наш выпуск с информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Магнитогорска. В городской больнице номер 2 6 апреля 2020 года от пневмонии скончался пациент. Он не сразу обратился к врачу, занимался самолечением. Два анализа, взятых у него на коронавирус, дали отрицательный результат. В связи с тем, что семья погибшего из пяти человек, как и он сам, общались с приехавшим гражданином из Армении, все они попадают в число контактных. С начала апреля члены семьи, проживающие по адресу улицы Жукова, 3, были госпитализированы с различными признаками ОРВИ и пневмонии в инфекционное отделение 1-й городской больницы Магнитогорска. Анализы на COVID-19 показали у двоих отрицательный, у двоих условно положительный, у одного в работе. Следуя алгоритмам работы и постановлениям главного санитарного врача России, было решено взять анализы у всех жителей второго подъезда, где проживала данная семья. 8 апреля этого года специалистами Роспотребнадзора, полиции и медиками были вручены постановления 45 горожанам о самоизоляции, а также взяты их пробы. На данный момент они исследуются. В квартире и подъезде проведена дезинфекционная обработка. Контроль за соблюдением режима изоляции гражданам осуществляется сотрудниками полиции. Дополнительная дезинфицирующая обработка подъезда по адресу улицы. Труда 51 была проведена по просьбе одной из членов семьи, проживающей по Жуково-3. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушел на самоизоляцию на 14 дней. Об этом глава региона рассказал утром 9 апреля на традиционном брифинге, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции на Южном Урале. По состоянию на 8 утра Новосибирский вектор не подтвердил новых случаев заражения в Челябинской области. Таким образом их официально остается 32. В нашем регионе также 10 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Это плюс 4 человека к вчерашнему дню. Остальные заболевшие находятся в инфекционных отделениях, в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Тяжелых больных по-прежнему нет. Тех, кто бы находился на аппаратах ИВЛ, тоже нет. Условно положительные результаты на ковид за сутки выявлены у двух человек. Они также находятся в стационарах под наблюдением врачей. Ждем окончательных результатов из Новосибирска. Всего таким образом ожидаем результатов из вектора по 7 нашим землякам. Точнее, буквально только что я получил информацию о том, что Вектор подтвердил заболевание коронавирусом моего пресс-секретаря Зюся Сергея. И вы видите, я на брифинг вышел из своего рабочего кабинета, так как в соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию. Соблюдать режим буду здесь, в пределах своей рабочей зоны. В кабинете ситуация под контролем, на рабочий режим не повлияет. Я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе. Далее, коллеги, за сутки лабораториями региона проведено 1535 исследований. Это плюс 150 где-то ко вчерашнему дню, ведь мы, как и обещали, наращиваем количество исследований. К этой работе, кстати, вскоре подключится и одна из частных лабораторий, которая уже получила разрешение Роспотребнадзора. И буквально со следующей недели начнет проводить исследования. Платные исследования для граждан. Продолжаем программу. Если болеешь, дальше турникета не пройдешь. Руководство Магнитогорского металлургического комбината приняло ряд мер, чтобы не допустить распространения коронавируса среди работников предприятия. Генеральный директор ПАО ММК Павел Шеляев утвердил временный порядок ограничений на доступ на территорию комбината, посетителям и сотрудникам у которых есть температура. Все контрольно-пропускные пункты ММК обеспечены дистанционными тепловизорами. Приборы оснащены сенсорами, действующими в радиусе нескольких метров. Они автоматически фиксируют температуру тела человека в момент прохождения турникета. На экране тепловизора контролер видит изображение в инфракрасном спектре. Если у работника будет зафиксирована повышенная температура, а также обнаружены признаки плохого самочувствия, кашель, затрудненное дыхание, его не пропустят на территорию предприятия. Контролеры, обеспечив человека защитной маской, направят его в поликлинику номер один центральной клинической медико-санитарной части. Такие случаи уже были. Решения о допуске человека к работе принимают медики. Проведен инструктаж руководителей производственных подразделений, самих работников предприятия, о необходимости тщательно соблюдать меры профилактики и следить за состоянием своего здоровья. В помещениях контрольно-пропускных пунктов также нанесена разметка, напоминающая работникам о необходимости соблюдать дистанцию в полтора метра при прохождении турникета. Соблюдайте дистанцию. Дистанцию соблюдайте. Особое внимание в настоящее время уделяется обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими препаратами. Весь этот комплекс мер направлен на то, чтобы максимально защитить металлургов магнитки от распространения вирусных инфекций. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев обратился к трудовому коллективу предприятия с призывом тщательно соблюдать меры профилактики, следить за своим здоровьем. Предприятию нужны здоровые сотрудники, а нашему городу здоровые граждане. Юлия Никифорова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. В рамках социального проекта «Мы вместе» одинокие пенсионеры Магнитогорска в дни борьбы с пандемией получат не только продуктовые наборы, но и пакеты со средствами индивидуальной защиты, в том числе маски и дезинфицирующие средства, которые сейчас стали настоящим дефицитом. Формированием пакетов в данный момент заняты специалисты спортивного клуба «Металлург Магнитогорск». С 25 марта тренировочный процесс в Магнитогорском манеже приостановлен. Однако вот уже в течение двух последних дней сотрудники спортивного клуба выходят на работу. С 8 часов утра и до 5 вечера они собирают пакеты со средствами индивидуальной защиты для отправки их пожилым людям. Здание манежа стало одним из штабов реализации социального проекта «Мы вместе» организаторами которого выступили Магнитогорский металлургический комбинат, администрация города и благотворительный фонд «Металлург». По инициативе Магнитогорского металлургического комбината и администрации города для 9,5 тысяч малоимущих пенсионеров, одинокопроживающих, проводится такая акция. Формируются два пакета. Один продуктовый через фонд «Металлург» и второй, как бы это пакет с СИЗами, это через спортивный клуб «Металлург Магнитогорск». В пакете пять дезинфицирующих средств, кусок мыла, две пары перчаток, три респиратора и информационная брошюра. Каждый волонтер занимается упаковкой определенного продукта. Моя задача – сформировать по три респиратора и туда вложить инструкцию, как пользоваться им, и сцепить в мешочек, и убрать, чтобы это все было упаковано в пакет. Работают волонтеры с соблюдением всех правил в масках и перчатках, на безопасном расстоянии друг от друга. Территория, где происходит упаковка СИЗов, регулярно дезинфицируется. Специалисты спортивного клуба рассказывают помочь в реализации проекта. Они согласились с удовольствием. «Предоставлена возможность нам проявить себя, помочь, свои физические силы направить на организацию помощи. Это здорово, когда комбинат помогает, и первым из других социальных объектов приходит на помощь нашему населению». Накануне волонтеры упаковали порядка тысячи пакетов СИЗами. Сегодня только до обеда должны были подготовить еще 1300. Все пакеты будут переданы социальным работникам, которые позже вместе с продуктовыми наборами доставят их адресатам. Напомним, на помощь в рамках социального проекта «Мы вместе» могут рассчитывать все одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет. В обязательном порядке она будет оказана пожилым людям, которые находятся на соцобслуживании. Остальным для ее получения необходимо будет обратиться в социальные службы по телефонам горячей линии. Сейчас перед всеми медицинскими учреждениями страны поставлена сложная задача быть готовым к встрече с коронавирусной инфекцией. В Магнитогорске на передовой борьбы с пандемией находится городская больница номер один. Какие условия там созданы для заболевших, врачей выяснял Павел Берсенев. Сам я вот стою перед вами в маске, хотя мы находимся на чистой половине, только в силу того, что, в принципе, я являюсь контактным человеком. Я каждый день бываю с этими больными, и поэтому я не хочу повторить ошибки некоторых докторов, которые давали тоже интервью, и заразить, допустим, вас. Сейчас первая городская больница Магнитки практически полностью перепрофилирована под прием больных с коронавирусной инфекцией. И сюда будут доставлять всех пациентов с подозрениями на COVID-19 из Магнитогорска и девяти близлежащих районов, по сути, со всего Югообласти. Для этого на базе больницы организовано 95 коек, а в случае острой необходимости здесь готовы пойти на более серьезные меры. Мы в любой момент готовы вторую половину, то есть хирургическую службу, освободить, если вдруг массовое поступление пойдет, и вся больница, там, 500 с лишним мест будет готова для приема больных с коронавирусной инфекцией. Но я надеюсь, что этого не произойдет. В целом мы готовы, мы работаем, у нас есть аппаратура, есть лекарства, есть мы все готовы работать. Главное – это не допустить повторения итальянского сценария – резкого подъема заболеваемости, когда система здравоохранения просто рассыпалась, не выдержав огромного числа инфицированных. Очень важным в условиях пандемии является и здоровье медицинского персонала. Легко представить, какие разрушительные последствия могут быть, если хотя бы один врач окажется зараженным. Сейчас все инфекционные отделения разделены на две зоны – так называемую чистую и грязную. Из первой во вторую, где находятся больные, персонал может попасть только после того, как наденет специальный противочумный костюм. Каково в нем находиться, мы испытали на собственном опыте. В костюме чувствуешь себя полностью защищенным, однако можно сказать, что в нем действительно очень жарко. Поэтому каждый врач, который заступает на смену, который идет к этим больным, конечно, разумеется, достоин просто самого высокого уважения. Спасибо нашим врачам. На данный момент в инфекционных боксах первой горбольницы находятся трое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. По возрасту 63 года, 54 и 23. Состояние их оценивается как тяжелое. У всех двусторонняя вирусная бактериальная пневмония. Имеется дыхательная недостаточность. Однако подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не требуется. К счастью, в будущем все может поменяться. Сейчас из тех людей, которые заболели, примерно 15% будут нуждаться по прогнозам, чтобы лечиться в отделении реанимации интенсивной терапии. Из них не менее 5% попадет на искусственное дыхание. И все-таки в больнице готовы и к негативному развитию события. Аппараты искусственной вентиляции легких приготовлены, лекарства закуплены. Помогает не только федеральная и региональная власть, но и городские предприятия, организации и просто рядовые горожане. Так на частные деньги был приобретен аппарат неинвазивной вентиляции легких. Скоро появится дезинфекционная камера. Комбинат помог с костюмами химзащиты. Фонд «Я женщина» по ОММК с канцелярией и бумагой. Естественно, в электронной форме достаточно большая статистика проводится, но тем не менее бумажный вариант еще никто не отменял. Непростое время, можно не просто посидеть дома, но тем не менее попытаться помочь удаленно. Либо на телефон горячей линии обращаться не только по поводам каким-то симптомов, но и с просьбой помочь. Такая потребность есть. Финансы и возможности больницы не бесконечны. Мы должны создать двухмесячный запас, мы должны купить средства индивидуальной защиты и так далее. Спасибо всем, кто пришел нам на помощь и кто готов к нам прийти на помощь дальше. Помочь медикам по силам каждому. Главное, что сейчас вы можете сделать, это по возможности остаться дома. Если же выйти на улицу или в магазин необходимо, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, а главное – чаще мойте руки. Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Вы смотрите «Время местное». Тушат не пожары, а вирус к специалистам Дорожного специализированного учреждения и работникам управляющих компаний, которые вторую неделю занимаются дезинфекционной обработкой общественных мест, присоединились сотрудники МЧС. Команда, похожая на охотников за привидениями, появилась на улицах Магнитогорска недавно. Они тоже охотятся на невидимого врага. Только в отличие от киногероев, сотрудники МЧС уничтожают на улицах города вирус. Пожарные признаются, это очень похоже на их работу. В руках воздуходувка-опрысковитель для тушения травы. Только вместо воды – дезраствор. Оборудование весит примерно 30 килограмм, точную цифру я вам не назову. Но из чего состоит, это тоже двигатель двухтактный, как на бензопиле. То есть воздушный ствол и, соответственно, бак для раствора. Да, работает на бензине. Переквалифицироваться пришлось в срочном порядке. Боевое крещение состоялось в начале недели в Кизиле. Напомню, там мужчина, вернувшийся из Арабских Эмиратов, заразил коронавирусом медиков местной больницы. Накануне сотрудники МЧС вернулись в Магнитогорск. Сегодня они обрабатывали ряд городских объектов – больницы и общественные места, среди которых пешеходная зона по Карла Маркса. Обработка происходит, скажем так, у нас по плану. Мы на три дня составили график. Это было поручение губернатора главам городов связаться, скажем так, наладить взаимодействие с МЧС. Поэтому с МЧС взаимодействие наладили. Установки привезли с Челябинска, дезрастворы привезли. Сотрудники МЧС присоединились к коллегам из ДСУ, которые еще на прошлой неделе начали обрабатывать улицы и остановочные комплексы. Также в Магнитогорске представители управляющих компаний продолжают дезинфицировать подъезды в многоквартирных домах – лифты, поручни, дверные ручки. Эксперты в области общественного здравоохранения уверены, что массовая дезинфекция поверхностей, к которым обычно прикасается много людей, помогает уничтожить вирус. Юлия Черешнева, Денис Иванов, телекомпания ТВИ. Угроза новой коронавирусной инфекции заставила жителей города и поселков оставаться дома, дай минимума, ограничив выход на улицу. В связи с этим объем твердых коммунальных отходов резко вырос. Как в новых условиях работает региональный оператор Центра коммунального сервиса – в нашем следующем сюжете. С каждого по чуть-чуть больше привычной нормы мусора за полторы недели самоизоляции, а в результате прирост количества бытовых отходов на отдельно взятый дом увеличился в разы. Компания не закрывалась на карантин и работает каждый день на благо жителей города. Количество мусора стало больше по сравнению с предыдущими месяцами, но на сегодняшний день перевозчики справляются с данным объемом. Мусор выводится вовремя, согласно качекам. Ввиду особой эпидемиологической ситуации сотрудники Центра коммунального сервиса предприняли ряд мер, чтобы обезопасить от потенциальной инфекции своих посетителей. На входе в учреждение установили емкость для дезинфекции рук. В помещение для оплаты услуг нанесли предупредительную разметку для соблюдения дистанции. По графику проводят обработку специальными средствами предметов общего пользования. Оригинальный оператор обязал всех своих сотрудников и подрядной организации обеспечить средствами индивидуальной защиты, средствами дезинфекции для ежедневного использования. Сотрудникам предписано строго соблюдать личную гигиену, дезинфекция рук, лица, вещей. Кроме этого, ежесменно проводится влажная уборка машин внутри салона и снаружи обрабатываем спецсредствами. Во время загрузки твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок сотрудникам рекомендовано минимальное взаимодействие с жителями. Со своей стороны жители тоже могут постараться обезопасить сотрудников Центра коммунального сервиса от потенциальной инфекции, грамотно утилизируя средства индивидуальной защиты. Важно знать, снимать медицинскую маску после использования нужно, взявшись за резинки, избегая касания самой поверхности изделия. Затем маску нужно положить в отдельный пакет, герметично его закрыть и только после этого выбросить в мусорное ведро. Также Роспотребнадзор рекомендует поступать и с использованными медицинскими перчатками. Пользуясь случаем, сотрудники Центра коммунального сервиса в очередной раз озвучили свою просьбу к автолюбителям, которую, увы, вынуждены повторять из года в год. Просьба не ставить свои автомобили возле контейнерных площадок, чтобы мусоровозы могли беспрепятственно забирать бытовой мусор. Спасибо. Дина Наумба, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Предполагаемой причиной взрыва газового баллона на домичеков 19 могла стать его переполненность. К такому выводу пришли сотрудники компании Бикар, специализирующиеся на заправке обслуживания газобаллонного оборудования. По мнению специалистов, заправка газового баллона сверх норматива – одно из самых распространенных и опасных нарушений, которыми грешат нелицензированные пункты. Репортаж Игоря Гурьянова. Вот так выглядит взорвавшийся газовый баллон. А этот разрыв говорит о силе ударной волны, как бумагу. Она разорвала высокопрочную трехмиллиметровую сталь. Мы можем только догадываться о причинах взрыва, но вот здесь, на металлической пластине, около крана баллона, выбит год его выпуска – 1972. Срок его эксплуатации безнадежно истек. Плюс возможной причиной взрыва этого баллона могло стать его переполнение, то есть заправка свыше норматива. Этот уже не баллон, и несколько его ржавых собратьев не заправят никогда. Их держат на заправочном пункте по дачному шоссе 16 в качестве напоминания клиентам о необходимости строжайшим образом выполнять все требования безопасности при обращении с газобаллонным оборудованием. Первый пункт нашей телеинструкции. Внимательно ознакомьтесь с цифрами на уже упомянутой табличке. Их там много, потребителя должны беспокоить несколько. Основные параметры, которые указываются, и которые должен знать потребитель, это дата выпуска этого баллона и дата проведения следующего технического освидетельствования. В данном случае на баллоне объемом 12 литров мы видим, что он выпущен в мае месяце 2019 года, и срок его освидетельствования действует до мая месяца 2024 года. Баллон не имеет видимых повреждений, окраска не нарушена, юбка на месте. Еще один параметр, на который должен обращать внимание пользователь, это масса баллона пустого и заряженного. На заправочном пункте поинтересуйтесь, есть ли весы, и когда они проходили очередную поверку. Если вы не уверены в полной пустоте баллона, помогут опять же на заправке, где есть специальная установка. Выглядит она вот так. Смотрим за действиями заправщика. Его работа регламентирована целым списком ГОСТов и инструкций. Набираем номер баллона, тип баллона. Ставим на веса, баллон взвешивается. После заправки электронные весы сами отключат лишнее. Баллон взвешивается еще раз, проверяется и только после этого отдается потребителю. Аккурат во время съемки привезли на заправку баллон, подлежащий списанию еще в прошлом веке, в 1995-м. Куда отправился неохваченный клиент, мы не знаем. Точнее, не будем публиковать адреса левых заправок. Они есть и не одна. А вот куда отправляются временно некондиционные баллоны, покажем обязательно. Основными операциями по испытаниям баллонов является, в первую очередь, это визуальный осмотр этого баллона при приемке его на участок технического освидетельствования. Проверяется баллон на наличие сколов, трещин в сварных соединениях, вздутости. Также проверяется процент окраски данного баллона. Баллон ставится на стенд для испытаний пневмо- либо гидроиспытаний. На давление. Расчетное давление рабочее по баллонам у нас 1,6 мегапаскалей. Испытательное давление 2,5 мегапаскаля. В тестовом режиме, проведенное специалистами, испытание не опасно. Таким же тестом и здесь же, на Советской 39, подвергаются и автомобильные газовые емкости. Если баллон признан годным, на нем ставится клеймо, где указывается дата следующего освидетельствования, а также проверяется вес баллона и расчетное давление. Доверяйте только лицензированным профессионалам. Обращайтесь в зарекомендовавшие себя на рынке фирмы, в частности Бекар. Напомним, это дачное шоссе 16 и советское 39. Если есть малейшие сомнения, смело звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. Репутация, особенно в сфере, связанной с безопасностью, профессионалами всегда ставится выше сиюминутной прибыли. Игорь Гурьянов, Александр Макаров, телекомпания «ТВ». К другим темам. Заключение браков под запретом. Так решили власти в связи с пандемией коронавируса. Ограничение временное. Когда пары смогут торжественно обменяться кольцами. О работе ЗАГСов расскажем в нашем следующем сюжете. Зал торжественной регистрации временно пустует. Вот уже несколько дней здесь не звучит марш Мендельсона. Не присутствуют молодожены и гости. Из-за угрозы коронавирусной инфекции праздничные церемонии приостановлены. За исключением экстренных случаев. Когда молодая пара ожидает рождения малыша. Когда это связано с вахтовым методом работы. Срочная командировка. Ну и конечно служба в рядах российской армии. Также хочется отметить, что молодожены. Магнитогорская у нас отзывчивые. С пониманием относятся к сложившейся ситуации. Не обижаются на сотрудников отдела ЗАГС. Когда мы предлагаем им перенести дату регистрации. То есть сознательно относятся к своему здоровью и здоровью сотрудников отдела. Без гостей и торжественной церемонии проходит бракосочетание Татьяны и Владислава. Пара как раз попала в список исключений. Молодожены ожидают появления на свет малыша. Но прежде чем родиться ребенок, решили сыграть свадьбу. Регистрацию назначили на 8 апреля. Переносить дату не стали. По старинному обучию просьба вас отменяться кольцами. Впрочем, несмотря на введенные меры ограничения, сотрудники ЗАГСов продолжают свою работу. Ежедневно ведут прием по регистрации рождения либо смерти. Мы до этого каждое утро приезжали в родильный дом, забирали пакет документов у мамочек, ехали их оформляли в отделе ЗАГС и обратно им возвращали. Просто сейчас в этих условиях маска, перчатки на руках для наибольшей защиты. Запрет на регистрацию браков ввели до 1 июня. Зато после в ЗАГСах ожидают аншлаг. Поэтому сотрудники обращаются к парам с просьбой бронировать дату заранее. Заявление можно оставить на портале госуслуг или электронной почте. Ольга Сухоплюева, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в рабочий уклад многих учреждений, среди которых и религиозные организации. В некоторых регионах церкви закрыты для прихожан. О том, что изменилось в работе магнитогорских храмов и будет ли организовано праздничное богослужение в День Светлой Пасхи, журналистам рассказал епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима. Пресс-конференция состоялась в неформальной обстановке за чашкой чая. Ворота магнитогорского храма, несмотря на режим самоизоляции, открыты для прихожан. Службы здесь проводятся по обычному графику – утром и вечером. Однако людей на них стало меньше значительно. Мы встретили у входа всего двух молодых людей, и один из них – гость города, руководитель Московского волонтерского центра Петр Любимов. Он пришел помолиться за избавление от губительного поветрия. Битва, она идет духовная, и здесь главное выиграть победу у ног Иисуса Христа, у Господа. Прийти, попросить силы, попросить Духа Святого, попросить защиты Господней. С просьбой оставаться дома и не создавать предпосылок для распространения коронавируса к мирянам обратились сами священнослужители. Да и как иначе, ведь основная часть прихожан – та самая группа риска – люди старше 65 лет. У нас есть три фактора, к которым мы должны прислушаться. Это благословение Святейшего Патриарха, это распоряжение наших гражданских, светских властей, и это, в конце концов, здравый смысл. В Магнитогорских храмах сейчас временно приостановлены обряды крещения и соборования, приостановлена работа воскресной школы. Для тех, кто остается дома, на официальном сайте Магнитогорской епархии, в группах в социальных сетях организована онлайн-трансляция богослужений. Также для того, чтобы у людей не сложился дефицит духовного общения, в епархии организован волонтерский центр, а накануне начала свою работу горячая линия. Как рассказал Владыка, в скором времени будет организован выезд священников к людям, находящимся в режиме самоизоляции, конечно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В самих храмах сейчас также усилены меры профилактики заболевания. Иконы регулярно обрабатываются дезинфицирующими растворами. На службах соблюдается принцип социального дистанцирования. Прихожан просят воздержаться от целования святых предметов, ограничиться крестным знамением и поклоном. Претерпел некоторые изменения и обряд причастия. Мы действительно говорим о том, что через святое причастие человек не заражается. Но мы преподаем его предметами определенными. Мы используем ложечку, лжицу. Вот эту лжицу сейчас мы по благословению святейшего патриарха дезинфицируем. Некоторые прихожане подвергают меры дезинфекции критики, считают их кощунством. Но священнослужители подчеркивают, они имеют многовековой опыт и сейчас актуальны, как никогда. Еще один вопрос, который был затронут на встрече, будет ли организовано праздничное богослужение в честь предстоящего светлого праздника Пасхи. Точного ответа на него еще нет. Да, служба состоится, но то, как избежать при этом большого скопления людей, будет решаться совместно с городскими властями. Ветки вербы в предстоящие выходные можно будет осветить соблюдением всех необходимых правил и норм. Какое-то количество людей все-таки придет с пожеланием осветить вот эти веточки, принести их потом в свой дом. Все освящения, если они будут, так сказать, проводиться, они будут проводиться только вне храма. Только вне храма, чтобы нам принцип вот этой социальной дистанцированности было легче соблюсти. Не, так сказать, не в стенах церковных, а все-таки вовне. Многие священнослужители сейчас проводят параллели между карантином и Великим постом, напоминая прихожанам, что практики, соблюдаемые во время поста, предназначались для того, чтобы временно отстраниться от мира. Владыка Засима в заключении встречи призвал магнитогорских верующих быть благоразумными, напомнил, вера проявляется не слепым следованием традициям, а соблюдением заповедей и внутренним состоянием. Временно отказаться от походов в храм в данной ситуации не грех. Евгения Сылкудинова, Алексей Абашин, Александр Маргунов, телекомпания ТВИН. Пекут ароматные булочки, осваивают шпагат, наслаждаются музыкой. В режиме самоизоляции многим магнитогорцам дома не скучно. Они занимаются домашними делами и участвуют в акции «Будь ответственным, останься дома». Челлендж запустило Главное управление Министерства внутренних дел России по Челябинской области. С каждым днем проект набирает обороты. В нерабочее время сотрудник пресс-службы полиции выпекает ароматную сдобу. Директор музея МВД занимается физкультурой, отжимается от пола и крутит обруч. Впрочем, не скучно, время проводят не только люди в форме. На карантине нам не скучно. В акции активно участвует и лауреат международных конкурсов, солистка оркестра народных инструментов Калинушка, преподаватель консерватории Наталья Щербатова. Елена Векшина знает, как провести время с пользой для тела. Тренер по воздушной атлетике предлагает ряд упражнений. Главный врач третьей городской больницы дает полезные советы. Оставаться дома и соблюдать меры профилактики. Как можно чаще мыть руки с мылом, проводить уборку в помещении. Присоединиться к челленджу может любой желающий. Достаточно записать видео и выложить его в социальные сети с хэштегом «Будь ответственным – останься дома». И в завершении выпуска еще одна информация для вас, уважаемые телезрители. Накануне 75-летия Великой Победы в нашем эфире выходит программа «Тыл и фронт». В пятницу вечером мы приглашаем гостей в специально подготовленную студию, вспоминаем исторические факты и говорим о сегодняшнем дне. Показываем сюжет об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Принять участие в новом проекте можете и вы, дозвонившись в прямой эфир по телефону 35 55 00. Смотрите программу «Тыл и фронт» 10 апреля в 18 часов 30 минут. Встретим весну Победы вместе. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfis.ru. Оставайтесь дома и будьте с нами. Всего доброго и до встречи.